всем добрый вечер сегодня понедельник и у меня должна быть закупочка но так случилось что сегодня у меня чуть-чуть неправильная закупочка потому что сегодня мы с мужем сделали совместную закупку и что мы купили первым делом конечно это мясо полиндвицца это пойдет на мясо ну по-французски то есть мясо будет запеченное в духовке и взяли этого мяса 2 килограмма еще взяли куриных бедер также два килограмма тоже пойдет на запекание еще взяли здесь всего там 350 грамм это будет это мяско я сегодня замариную как домашнюю колбасу я приготовлю картошку с этим мясом еще для нарезки купила вот такой вот свинина свинина пряную а это из фермерского магазина называется балык дымница то есть это полиндвицца в приправах и такая под копчено или под копчено из той же серии взяли еще колбаску вот такую же аромат обалденнейший и взяли сыровяленую колбаску медовая слонимский мясокомбинат наши конечно колбасы вкусные и я конечно брала такую чтобы она была такая жесткая уже не еще свежий там фарш а такая уже полежавшая хорошая еще взяли скумбрию одну взяли муки высший сорт моя семья ест высший сорт взяли сок яблочный знаю что не полезный но никто меня не слышит взяли 3 апельсинчика и лимон взяли киви взяли авокадо и взяли вот таких вот персиков не такие плоские но нереально вкусные парагвайские называются взяли сметану кефир это будет пирог взяла я еще свою сметану на 30 процентов жирности молоко взяли два вида сыра это будет в духовку для запекания это сыр выдержанный такой твердый сыр он вкусный еще взяли майонез майонез по госту здесь не все еще нужно что-то докупить вот алкоголя здесь нет вообще а он нужен зачем вам это все показываю ну наверное чтобы вам показать как мы живем за вот этот набор продуктов мы заплатили 150 белорусских рублей кстати мы живем в минске в беларуси и это на сегодняшний день 50 долларов много это ли мало я считаю это немного потому что на этих продуктах можно долго жить но суть в том что завтра у меня у мужа день рождения вот поэтому завтра будет праздник живота конечно придется немножко потрудиться я уже отвыкла я не очень люблю изощряться на кухне но ради такого случая нужно будет немного постоять у плиты вот как-то так но в принципе вы знаете здесь очень многие продукты подходят под кето мясо подходит киви подходит авокадо подходит даже апельсинчик можно отнести к кето лимончик подходит сыр и подходят мясо подходит ну вот эта колбаса не очень подходит потому что конечно здесь есть какие-то добавки но если вдруг потом брусочек можно взять себе вот мяско подходит сметана подходит кефир тоже рыбка тоже подходит по сути здесь очень много кето продуктов и вы знаете даже вот смотрю на майонез дело в том что он сделан по госту конечно здесь какие-то добавки есть но углеводов здесь 1 грамм на 100 грамм майонеза конечно мы столько майонеза не едим а есть на какой-то бутербродик чисто намазать я думаю смертельно ничего не будет то есть мы уже не трясемся и не боимся от этой капли чего-то такого вредного потому что на кето питание мы сами себе устанавливаем правила и правила созданы для того чтобы их нарушать так что все нормально конечно завтра будет праздник живота но послезавтра я четко сажусь на строгая кето ну на этом все всем мира добра любви всем пока обнимашки обнимашки обнимашку